До Нового года меньше недели, но наслаждаться праздником и вовсю веселиться некоторые из жителей региона начинают уже сейчас. Причем выбирают для этого не всегда законные способы, а зря. Ведь в таких случаях это самое веселье может вовсе не начаться и даже быть им врачено самой настоящей трагедией. На этих кадрах задержание троих мужчин. Ночь. Второй километр автодороги Старо-Оскол, Большая Ивановка-Стрелецкая. Подробности произошедшего в рубрике «Происшествие моего коллеги Михаила Перетокина». Миша, здравствуй. Здравствуй, Наташа. Расскажи, что же все-таки привлекло внимание сотрудников госавтоинспекции? Парни, находившиеся в салоне остановленного авто, скажем так, странно себя вели. В материалах дела их поведение позже охарактеризуют как с признаками наркотического опьянения. И похоже, что оно имело место быть. Сотрудники ДПС заметили в машине подозрительные свертки, напоминавшие вовсе не новогодние подарки. И вызвали следственную группу. В иномарке нашли и изъяли 130 граммов марихуаны. Оперативники установили, что принадлежит запрещенное вещество одному из пассажиров. От медосвидетельствования он и второй пассажир, конечно же, отказались. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде. В отношении его возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. За это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Его товарищи могут быть привлечены к административной ответственности за употребление. И пока ты думаешь, что на такое ответить, в догонку сразу следующая история. Ивнянский район, похожий сценарий, только водитель в салоне один и не из нашего региона. Вид у гражданина был потрепанный. На вопрос он отвечал невнятно и заметно волновался. А потому трезвость шофера у инспекторов вызвала большие сомнения. Заглянули в багажник транспортного средства. Правда, в отличие от известного боевика, вместо красивой девушки там у перевозчика из Вологды нашли пакет. В нем лежали 10 свертков с белым порошком, общим весом в 5 килограммов. По оперативным данным, запрещенное вещество предназначалось для последующего распространения. Следственной группой ОМВД России по Ивнянскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Вот теперь реагируй. Честно говоря, я не знала, что ответить и на предыдущую новость, а теперь-то таких целых две. Ну, это только то, что попадает в объективы камер. Причем, как во время оперативной съемки, так и любителей.